Здравствуйте! Это Настоящее время Итоги с Юлией Савченко из Вашингтона. Парадоксы, параллели и детали этой недели в призме нашего получасового анализа. И сегодня в выпуске Афганистан с дальним прицелом. Кто претендует на влияние извне и смогут ли талибы сохранить контроль над ситуацией. А также 20 лет со дня терактов 11 сентября. И Москва, Минск, Союз Крепчал. Путин и Лукашенко встретились в пятый раз за прошедшие 8 месяцев. Беларусь получила льготные цены на газ. Что дальше? Обо всем этом в ближайшие полчаса в нашем эфире. Итак, 20 лет назад в США произошли теракты, унившие жизни более трех тысяч человек и положившие начало 20-летней военной кампании американских войск в Афганистане. Тогда пассажирские самолеты, захваченные джихадистами-смертниками, были направлены на здания башен-близнецов в Нью-Йорке и на Пентагон в Вашингтоне. Еще один самолет после оказанного экипажем и пассажирами сопротивления упал в штате Пенсильвания. Практически сразу после терактов американское руководство приняло решение атаковать экстремистскую группировку Аль-Каида, взявшую на себя ответственность за теракты, использовавшую Афганистан в качестве базы подготовки террористов. В то время глава Аль-Каиды Усамы Бен Ладен находился под покровительством группировки Талибан. В результате секретной операции спецназа США Бен Ладена ликвидировали 10 лет назад в Пакистане. Приказ о ликвидации давал тогдашний президент США Барак Обама. Нынешний глава Белого дома Джо Байден, в свою очередь, подписал указ о рассекречивании документов, касающихся терактов, 11 сентября. На этой неделе в Америке вспоминали жертв терактов, а также продолжали подводить итоги военного вторжения в Афганистан, целью которого было купировать международный терроризм. О том, в какой степени была достигнута эта цель. В годовщину трагедии 11 сентября я говорила с политологом, научным консультантом Центра Карнеги в Москве Тимуром Умаровым. Все эти 20 лет задачи этой кампании менялись, преобразовывались в зависимости от того, чего американские военные и в целом военные НАТО добивались в Афганистане. Какие-то цели были достигнуты. Сейчас из-за того, какая картина в Афганистане, весь этот хаос и огромное количество видео в соцсетях, кажется, что все те достижения, которые были достигнуты, простите за тавтологию, это все перекрывает. Но на самом деле не нужно недооценивать то, какой вклад был оказан в общество Афганистана. Не стоит недооценивать то, какой был вклад сделан в инфраструктуру и действительно в борьбу с терроризмом. Все это время, все эти 20 лет, как минимум, если говорить про центрально-азиатский регион, у них был период стабильности и граница была под надежной защитой, и они могли заниматься своими делами, скажем так, и не тратить такие огромные ресурсы на поддержание безопасности. Эти 20 лет дали все-таки большие результаты, как минимум, для региона, для того, чтобы ситуация там была стабильной. Если мы говорим об угрозе международного терроризма, вы уже заговорили о регионе от Центральной Азии. Из того, что вы видите, растет обеспокоенность именно вот этой опасностью и тем, что международный терроризм опять начнет поднимать голову и пострадают непосредственные соседи. В какой степени это является большой угрозой, может быть, в восприятии центрально-азиатских стран? Есть беспокоенность тем, что с уходом американцев и приходом Талибана к власти терроризм будет проникать через границу Афганистана с центрально-азиатскими странами и дестабилизировать ситуацию в регионе. Но ситуация разнится от страны к стране. Если мы говорим про узбеки Афганистан, там власть чувствует себя самой уверенной, если мы сравниваем ее с другими странами Азии. Потому что граница самая короткая, она под контролем и узбекские военные считаются одними из самых сильными в регионе. Поэтому там с этой ситуацией все довольно стабильно. Если мы говорим про другие страны, то тут уже вопросов больше. Про Туркменистан, что реально происходит в Туркменистане, что реально думает туркмецкое общество, мы на самом деле ничего не знаем. Потому что это такая наша Северная Корея, закрытое государство. Если мы говорим про Таджикистан, то ситуация намного менее стабильно выглядит, чем с Узбекистаном. Потому что граница больше намного, она очень сложно контролируемая и армия не настолько подготовлена к таким чрезвычайным положениям. Поэтому Таджикистан полагается на помощь со стороны, в первую очередь, России, но также и со стороны Китая. И я уверен, Душанбе готовы к сотрудничеству с другими региональными игроками, например, с Индией, для того, чтобы поддерживать безопасность на границе. Фактор Китая вы уже упомянули. Сейчас очень много говорят о Китае и о том, какую роль он будет играть. Вот вам как кажется, что сейчас будет происходить именно с китайской динамикой? Вообще вокруг Китая очень много мифов ходит, вне зависимости от того, что происходит в Афганистане или не в Афганистане. За Китаем в последние несколько лет закрепился такой имидж страны, которая готова вкладываться куда угодно, потому что у них очень много денег и они, в принципе, ничего не боятся. Все приводят статистику разных африканских стран, которые совершенно нестабильны и с огромным уровнем коррупции, куда одним из главных инвесторов является Пекин. Однако все не так просто. Риски Китай просчитывает. И сейчас в Афганистане Пекин видит рисков намного больше, чем выгод, которые он может вынести оттуда. Поэтому я считаю, что это все-таки миф, который сложился вокруг Китая в Афганистане, а именно вокруг того, что сейчас Китай придет и все скупит, и начнет строить там дороги, и шелковый путь проведет через Афганистан. Всего этого, на мой взгляд, ждать не стоит, потому что я, в принципе, не вижу поводов для этого. Уже на протяжении последних 15 лет Китай пытался сотрудничать с афганскими компаниями и государством, правительством по некоторым проектам. Это был проект по добыче меди в Афганистане, по которому контракт был заключен 10 лет назад, но до сих пор проект не реализован. Китайцы там столкнулись с большими проблемами. В первую очередь с проблемой безопасности. Даже по новостям были убиты несколько работников с китайской стороны. Сейчас все работники эвакуированы, проект заморожен. Был проект также по нефтедобыче в районе реки Амударья, который тоже свернули, потому что у них возникли проблемы с какими-то группами лиц, которые были недовольны этим проектом, и китайцам там угрожали. Они были вынуждены оттуда уехать. Я не вижу изменения в внутренней политической ситуации в Афганистане, которая позволила бы Китаю понять, что сейчас вкладываться стало безопаснее. То, что мы увидим, это чисто прагматичный подход со стороны Китая. Они будут поддерживать явных победителей. Победителями сейчас выглядит группировка «Талибан». И в плане риторики они будут всячески их поддерживать. А к реальным действиям я не думаю, что это приведет. Интересно, что «Талибан» наконец на этой неделе объявил о составе своего правительства. Никак его нельзя назвать инклюзивным. И инклюзивность – это было требование международного сообщества. И предпосылка для того, чтобы международное сообщество пошло на какие-то переговоры с «Талибами». И вот здесь такая интересная история разворачивается. «Талибам» как бы нужно международное признание даже для решения каких-то финансовых задач. Им нужно сейчас управлять страной. Какую вы видите динамику в смысле отношений с «Талибами», отношений разных стран с «Талибами» и посыла на установление каких-то отношений? Да, действительно, «Талибан» очень заинтересован в том, чтобы быть признанным легитимным правительством в Афганистане. Они не хотят оказаться в дипломатической блокаде, в которой они оказались 20 лет назад. И они прекрасно понимают, какие выгоды они могут вынести из того, чтобы оказаться нормальным государством. Поэтому мы видим, что «Талибан» старается предмонстрировать хорошую картинку, что они разрешили с огромными условиями девочкам учиться. Говорят всякие дикости типа «забивать камнями будем только по решению суда». Но при этом хотят выглядеть такими нормальными договороспособными партнерами. «Талибан» с человеческим лицом – это такой новый бренд. Да, «Талибан» на минималках, я бы сказал. Но понятно, что они не могут претендовать на признание со стороны всего мирового сообщества. Скорее всего, план максимум для них – это быть признанными теми странами, которые сейчас поддерживаются ими контакты, во-первых, активные и публичные. Во-вторых, список этих стран можно посмотреть по тому списку посольств, которые остались работать в Афганистане. Россия, Китай, страны Центральной Азии, за исключением, наверное, пока Таджикистана. Но я думаю, Таджикистан тоже примкнет к этим странам. И также это, естественно, Пакистан и Иран. Примечательно, что уже в середине недели МИД Китая положительно отозвался о факте формирования временного правительства «Талибана». В китайском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что это приведет к восстановлению порядка и окончанию периода анархии в Афганистане. Глава американской дипломатии Тони Блинкин, в свою очередь, заявил, что в Вашингтоне не считают временное правительство «Талибов» инклюзивным. По словам Блинкина, США будут контактировать с представителями движения, однако только в своих национальных интересах. Это заявление госсекретарь США сделал после многосторонних переговоров по Афганистану, прошедших в среду в Германии. И еще о переговорах с большими ставками и неопределенными результатами. В Москве в четверг в привычном братском формате состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе пятых за последние восемь месяцев таких переговоров президенты договорились расширить и углубить сотрудничество в сфере экономики, подчеркнув, что до политической интеграции, читая единого государства, надо еще дорасти. Сенсационных заявлений, которые предрекали некоторые наблюдатели, не последовало. Итоговую пресс-конференцию Путина и Лукашенко мы слушали вместе с нашим постоянным экспертом, экономистом Сергеем Алексашенко. А потом пытались разобраться в том, насколько в реальности были высокие ставки в этой братской беседе на высоком уровне. Сергей, с чего начать? По горячим следам пресс-конференции, переговоры. От этих переговоров много чего ждали, но вот непонятно, дождались ли того, чего ждали. Поскольку сначала думали, что подпишут все интеграционные карты, потом оказалось, что не подписали ничего, но, возможно, подпишут в будущем. Что мы вообще поняли? До чего договорились президенты Лукашенко и Путин во время этой их пятой встречи за последние 8 месяцев? Я не знаю, у кого были такие завышенные ожидания в отношении этой встречи. Мне кажется, что мы увидели 28-й акт одного и того же Мпромезонского балета, где Россия и Белоруссия, президенты России и Белоруссии, правительство России и Белоруссии, министры встречаются, обсуждают, договариваются, подписывают, обещают подписать. Но и в результате каждый уезжает с тем, чего он хотел. Александр Григорьевич Лукашенко получил низкие цены на газ. И очевидно, что для него и для контролируемой белорусской экономики это критически важно. Это огромная финансовая поддержка со стороны российского бюджета. Дальше Александр Григорьевич уже получил какие-то кредитные обещания на 600 с лишним миллионов долларов от Владимира Путина. Я думаю, что он решил не передавливать и не просить больше, хотя накануне встречи он говорил о трех миллиардах. Правда, не от бюджета Российской Федерации, а из Евразийского фонда. Обратите внимание, что президенты про Евразийский фонд не сказали ничего. Возможно, что какие-то деньги придут еще и оттуда. А что касается содержательной части, о чем договорились, мне кажется, они договорились о том, что вода мокрая, масло масляное, что макроэкономическую политику неплохо бы координировать. Но, в принципе, все страны мира как-то пытаются макроэкономическую политику координировать. Они договорились о том, что таможенные процедуры нужно как-то гармонизировать. Ну, в общем, тоже страны друг с другом как-то пытаются об этом говорить. Обратите внимание о том, что там Лукашенко сказал о том, что мы договорились о том, что предприятия получают, что называется, статус равный, да, то есть белорусские предприятия в России, российские в Беларуси. Но когда белорусский журналист задал вполне конкретный вопрос про белорусских перевозчиков, то Путин как-то вот умело или очень коряво ушел от этого вопроса, сказав, что вообще дьявол в деталях и ничего про них не сказал, что, наверное, означает, что как раз про перевозчиков ни о чем не договорились. Поэтому, мне кажется, что президенты точно совершенно договорились встретиться еще раз, поручили правительствам встретиться еще раз. Ну и Лукашенко получил, главное, низкие цены на газ. Я бы так вот подвел итоги этой встречи. Ну, еще был разговор о том, что, вернее, опасения были, которые Лукашенко несколько раз опроверг, что произойдет интеграция или углубление до степени поглощения. Лукашенко сказал, что ничего этого не будет. Получается, что действительно этого не произошло и для союзного государства никаких больших новостей не случилось. Ну, это правда, потому что, на самом деле, вот сегодня Лукашенко повторил то, что он где-то, там, несколько месяцев назад говорил, что Путин поставил точку на вопросе о политической интеграции. И он сегодня повторил, что во время нашей предыдущей встречи действительно Путин сказал, что если мы не можем договориться, давайте этот вопрос отложим. Поэтому я считаю, что с точки зрения союзного государства никаких, вообще никаких принципиальных изменений не происходит. Но если не считать, правда, у Путина была одна такая оговорка, я уж не знаю, насколько она содержательна по Фрейду, да, или это так, ну, просто, что называется, для фигуры речи, когда он вдруг ни с того ни с сего произнес речь о том, что вот еще там у нас союзный парламент примет нужные решения. Я хочу напомнить, что союзный парламент – это вещь, которая записана в договоре и которую нужно было, там, 20 лет назад уже создать. У союзного парламента огромнейшие полномочия, туда прямые, равные выборы, там, в обеих странах, вот, и ничего этого не сделано. Ну, вот, не знаю, обсуждали ли они этот вопрос союзного парламента, может быть, это позиция для Лукашенко или еще что-то такое. Ну, вот, если вот это отставить в сторону, да, то, я бы сказал так, что никаких принципиальных изменений в вопросе союзного государства не произошло. Владимир Путин озвучил еще один момент, он говорил о том, что вот сейчас интенсивность переговоров и эти заявления сделанные, они никак не связаны с тем, что происходит вот конкретно в странах, да, но при этом нельзя было не заметить, что, в частности, частота визитов Лукашенко, она значительно увеличилась на фоне того, что происходило в последний год в Беларуси. Частота встреч, они связаны с тем, что Лукашенко хочет получить как можно больше денег и пользуясь любым способом, да, там, в начале года он говорил, что, вы смотрите, мне МВФ пообещал дать миллиард и не дал, дайте мне миллиард. Получил миллиард у Путина, после этого МВФ ему выдал миллиард, да, после этого он сказал, что там, а вот нам еще нужны напротивоковидные меры полтора миллиарда, а здесь еще, еще. То есть, очевидно, что вот у Лукашенко есть, знаете, как маленький, но очень шкурный и вполне выражаемый в цифрах интерес. И получить деньги от российского бюджета, потому что без денежной поддержки от России белорусская экономика, ну, точно, совершенно попадет в серьезнейший кризис. Я не говорю, что она рухнет, там, экономика не может рухнуть, но то, что кризис будет очень серьезным, это правда. Единственное, на что сегодня Лукашенко может рассчитывать, это на денежную поддержку Путина. Для чего нужно все это дело Путину, я не очень хорошо понимаю, потому что, ну, вот уже там много-много лет, там, что называется, ВОЗ и ныне там, идут разговоры, и никакого движения вперед нет. Вот есть процесс переговоров, а реального продвижения вперед нет. И там, более того, там, сегодня, помимо того, что Лукашенко сказал, что не будет политического союза, ну, в общем, достаточно четко было сказано, Путин сказал, что и единой денежной, и единой валюты не будет, нам это все не нужно, потому что центральные банки против, и так далее. Поэтому, ну, вот, знаете, как это, наверное, Путину доставляет удовольствие, когда к нему Лукашенко приходит на коленях, говорит, Владимир Владимирович, дай денег, и Путин такой щедрой, парской рукой говорит, ну, хорошо, на, на тебе немножко, через три месяца приезжай снова, дам следующую порцию, если хорошо попросишь. При этом Лукашенко сказал, что не все узлы в отношениях развязаны, то есть, получается, что есть еще о чем договариваться, есть чего просить? Ну, конечно, есть те же самые белорусские перевозчики. Слушайте, я так вот, послушав эту пресс-конференцию, я понял, что количество деталей, в которых завязли российские переговорщики с белорусскими, количество взаимных претензий, оно настолько велико, что, ну, не знаю, и до следующих 20 лет не хватит, чтобы вот такими темпами и при наличии двух диктаторов эти проблемы решить. Да, там и фитосанитарные контроли, поставки сельхозпродукции, и там проникновение санкционных товаров через Белоруссию в Россию, и непрозрачная таможенная стоимость, и всевозможные ухищрения с НДС, ну, там куча-куча-куча дьявольских деталей. Да, и вот там на сегодняшней пресс-конференции выполнено, что, ну, по большому счету, вот президенты сидят, и вот этот Гордеев узел взаимных проблем пытаются каким-то образом развязать, но что у них получается достаточно плохо. Когда Лукашенко сказал, что если мы захотим более тесную интеграцию, мы это сделаем мгновенно, он это имел в виду, или это фигура речи? Это фигура речи. Эта фигура речи, на самом деле, свойственная любым диктаторам, которые говорят, если мы что-то захотим, то мы наплюем на все законы, на все процедуры, сядем и по-пацански быстро договоримся. Ну, хотя, понятно, опять повторюсь, да, что ни одному, ни другому это не нужно. Сергей Алексашенко о дорожных картах интеграции Москва и Минска. Примечательно, что на следующий день после переговоров Путина и Лукашенко в Беларуси стартовали совместные военные учения «Запад-2021». Об учениях и реакции «Запада на Запад-2021» в нашем следующем выпуске. А сегодня напоследок нельзя не остановиться на знаковом событии начала недели. В белорусской столице были вынесены приговоры оппозиционерам Марии Колесниковой, экс-главе предвыборных штабов, экс-кандидатов президента Виктора Бабарико и юристу Максиму Знаку. Их приговорили к 11-10 годам тюремного заключения, соответственно. О том, чем обусловлена жесткость вынесенного приговора, я спрашивала политолога Белорусского института стратегических исследований Катерину Шматину. Такие жесткие приговоры Колесниковой и Знаку, конечно, это еще один виток репрессий и такого, что ли, отчаянных шагов белорусского режима, чтобы пресекать любое макомыслие. С точки зрения восприятия властей непосредственно Марии Колесниковой, она одна осталась из этой тройки выборной, которая осталась в стране. На ваш взгляд, белорусское руководство воспринимает людей, оставшихся в стране оппозиционеров, как большую угрозу, чем тех, которые покинули все-таки страну? Ну вот, в частности, если мы проводим параллели между Колесниковой и ее двумя соратницами. Ну, я думаю, что здесь есть такой фактор, чтобы не было, скажем так, соблазна вернуться кому-то из политических витеров, которые сейчас находятся за границей. Потом, если мы говорим про Колесникову, то, например, Бомбарик тоже получил, так сказать, свой срок и, судя по письмам, пекает булочки или чем-то, не знаю, занимается работами, явно, которые очень расходятся с его компетенциями. И, кроме того, например, есть ряд еще политзаключенных, тоже таких ключевых фигур, например, и Зинкович, и Федута, которых задержали в Москве, депортировали по якобы этому делу против Лукашенко. О них пока каких-то значимых известий нету, кроме того, что якобы через юристов своих они передавали, что они сотрудничают с режимом, признают свою вину. То есть еще как бы не все знаковые уголовные дела завершены. Да, но чего боится режим? То есть я думаю, что режим действует, будучи в международной изоляции, понимая, что их выживание зависит от России, и понимая, что внутри единственный, скажем, ресурс, учитывая, что режим нелегитимен в глазах белорусского общества, и что запрос на перемены никуда не исчез, вот сейчас они полагаются на репрессии, как на способ и зачистки инакомыслящих, и на то, чтобы, опять же, не было попыток в ближайшем будущем снова как-то протестовать. Катерина Шмотина в нашем эфире. Это все, на что хватило времени сегодня. Мы продолжаем следить за развитием событий и дальше больше. Это «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Оставайтесь на нашем канале и хороших вам выходных. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»